Марин Липен ушла с поста лидера партии «Национальный фронт». Политик решила сосредоточиться на втором туре президентских выборов. В интервью французскому телеканалу Липен объяснила, что хочет быть выше партийных интересов. А между тем, большую часть жизни Липен посвятила именно «Национальному фронту». С ним же связаны немало скандалов. В 18 лет она вступила в партию. Ее основал отец Марин – Жан-Маре. Тогда, в 1972 году, во Франции его считали политическим маргиналом. Он говорил, что оккупация нацистами Франции не была такой уж бесчеловечной, а евреи разрабатывают план по управлению миром. Конечно, такие высказывания широкая общественность поддержать не могла, но время шло, проблемы во Франции накапливались, и в 2002 году «Национальный фронт» ждал триумф. Жан-Маре Липен неожиданно прошел во второй тур президентских выборов и набрал 16% голосов избирателей. Предвыборной кампанией отца руководила Марин Липен. Шесть лет спустя она возглавит «Национальный фронт» и начнет перестройку. Марин Липен решила сменить имидж партии, чтобы она перестала ассоциироваться с антисемитизмом. Она пошла на радикальные меры. Два года назад выгнала отца из его же партии. Жан-Маре назал это предательством и попросил Марин выйти замуж и не носить его фамилию. Со временем разногласия отца и дочери сгладились, и сейчас Жан-Маре призывает голосовать за Марин и всячески ее поддерживает. Пока непонятно, уходит ли Марин Липен из партии окончательно или это временное решение. Все же она посвятила ей 30 лет своей жизни. Марин Липен действительно с головой ушла в президентскую гонку. Очевидно, что победу во втором туре одержит тот, кто перетянет на себя голоса выбывших из гонки кандидатов. И Марин Липен начала борьбу за эти голоса. Она попросила поддержки у своего бывшего соперника Николя Дюпон-Эньяна. Он набрал на выборах 4% голосов. Вот какой позиции придерживается Марин Липен. Я очень надеюсь, что смогу собрать максимальное число патриотов, чтобы дать отпор глобализации. Проект Эньяна «Вставай! Франция» очень близок мне. Эньян имеет те же убеждения, что и я. Он разделяет надежду на то, что Франция снова может стать суверенной, возвратить свои границы и остановить массовую миграцию.